МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Леса Бурятии полыхают в пожарах. Огненная стихия грозит лесным фондом в 10 районах. Здравствуйте. Это программа «Вся Бурятия» в студии Сергея Соголов. Как всегда, мы расскажем вам о главном в жизни жителей республики. И сегодня в выпуске. Как егеря и лесники нескольких районов отстаивают от огня особо охраняемые территории. Хозяйства республики приступили к посевной. Но природа вносит свои коррективы. Как через традиции и обычаи сохранить бурятский язык, знают в Санагинской школе. В Бурятии продолжают гореть леса. Огонь даже угрожал населенным пунктам. Накануне лишь благодаря усилиям местных жителей и лесной охраны удалось отстоять село Гархон. Всего же потери лесного фонда республики составили почти 4000 гектаров. В Бурятии продолжает действовать режим ЧАЭС. Как и прежде, главным виновником пожаров остается человек. Больше всего горят южные и пригородные районы республики. Основные силы лесничеств борются с пожаром в Бургузинском районе. Уже возбуждено 36 уголовных дел по фактам возникновения лесных пожаров и также выявлено 10 виновников возникновения пожаров. Сейчас по трем таким виновникам будут направлены дела в суд для рассмотрения. С начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 476 очагов. Огонь уничтожил 36 тысяч гектаров лесных насаждений. Леса горят в 10 районах Бурятии, а из-за возгорания в Тарбогатайском районе с охранностью угодий всерьез озаботились в заказниках и заповедниках. Как готовиться к борьбе со стихией на особо охраняемых территориях смотрите в материале Артемия Ушакова. Алтачайский заказник уже четверть века считается достоянием России. На его территории обитают почти все характерные для республики представители фауны. Четыре из них занесены в Красную книгу. Поэтому новость о лесных пожарах заставила хранителей природы всерьез озаботиться ее безопасностью. Тем более, что прогнозировать чрезвычайную ситуацию здесь достаточно трудно. Заказник у нас, он как инкубатор. Он граничит с несколькими районами. Это вот непосредственно Мухаршибирский район, потом Селенгинский район, Бичурский район и Тарбогатайский со степной части. Два из четырех примыкающих к заказнику района уже отметили серьезными пожарами. По опыту прошлых лет его хранители знают, стихии нужно встречать только во всеоружии. Иначе великие шансы поражения. Последний пожар произошел здесь в 2012 году. Тогда на территории заказника огнем было уничтожено более трех с половиной тысяч гектаров леса. Для того, чтобы экосистема полностью восстановилась, может понадобиться на 200 лет. В результате привычные места обитания покинули около сотни особей различных видов животных. И как отмечают сотрудники заказника, все это, как и многие другие негативные явления, произошло по вине человека. В основном все пожары по территории заказника – это чисто человеческий фактор. Где-то пустили сельхоз, пауни досмотрели, где-то чистили деляну вовремя, кучки не сожгли, там где-то что-то осталось, загорело. Или специально поджигают. Основная ответственность за тушение пожаров возложена на лесничество. Однако в стороне не остаются ни инспекторы, ни местные жители. Зверь в окрестных лесах будет жить ровно столько, сколько просуществует на карте Алтатейский заказник. В Курумканском районе пассивная под угрозой. Отсутствие осадков может оставить жителей без зерновых и кормовых культур. Спасает, как всегда, животноводство. Общее поголовье хозяйств района позволяет обеспечить население мясом. Но что делать, если скот нечем будет кормить? СПК «Эрдем» – крупнейшее хозяйство Курумканского района. Местный гигант в этом году планирует засеять более 6 тысяч гектаров. Больше половины займут зерновые. Остальные угодья пойдут под корма. В предыдущие годы из-за засухи аграриям не удавалось получить урожай. В прошлом и вовсе почти все осталось в земле. Если в ближайшие дни природа не порадует дождем, земледельцы будут и вовсе в отчаянии. В этом году погода очень плохая. Каждый день ветра, ни снега, ни дождей пока не было. Земля сегодня очень сухая. Но если вот так ничего не будет, придется сеять только корму и культуру под летние дожди. Если дела пойдут по плохому сценарию, выживать будут за счет племенного скота. Сегодня в хозяйстве около 800 коров казахской белоголовой породы, 120 владимирских тяжеловозов и полторы тысячи овец. Хотя весь прошлогодний молодняк, а это несколько сотен телят, пришлось обменять на сенаж. И только так удалось спасти поголовье. Последняя же зимовка прошла неплохо. Идет пора приплода. В хозяйстве работает интернационал. За породистыми буренками ухаживает дружная семья из внутренней Монголии. А табун и овечки под зорким вниманием арата из Монголии. Отел и окот прошли удачно. На сегодня получено более 200 телят и трех сотен кучеревых гнят. На подходе еще несколько десятков. По мнению руководства, иностранцы очень трудолюбивы, неприхотливы и, главное, не злобовы. Но употребляют алкоголем. В неурожайный год без кормов удалось выжить только благодаря собственным ресурсам и смекалке. Государство помогает очень мало. Если по ЕС сравнить, тогда вообще копейки получаются. Совсем мало. То, что сейчас за доплату дали, за погектарную поддержку, это только даже на ГСМ не хватит. Огромное поспорье землепашцам – современный канадский посевной комплекс Нью-Холланд. Но дорогая техника будет стоять, если не поможет погода. Северные условия всегда проверяли животноводов и землепашцев на стойкость. Но долго ли можно выживать лишь на собственном энтузиазме? Губернаторов направили в психушку. Такое поручение руководителям регионов дал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Главу субъектов должны лично проверить каждый психоневрологический интернат и каждый дом престарелых. Такую поездку совершил и глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Какие проблемы скрываются за высоким забором специнтерната Мухаршибирского района, узнавала Евгения Геранина. Они смотрят на мир немного иначе, но этот взгляд тоже имеет право на существование. От слабоумия до полного идиотизма – медицинский термин. В этом интернате сегодня 288 пациентов, по два на каждого сотрудника. Интернат своего рода градообразующий предприятие, поэтому за работу здесь держатся. Да и зарплата в среднем 18 тысяч рублей, для села неплохая. Наталья работает здесь уже 21 год. За это время выучила каждого. У одного такая психика, у другого другая. Другой буйный, где-то подобрать слова, подбираем. Уже научились, мы уже знаем их. Они как маленькие дети, они так же, как в детском саду у нас. Как в детском саду, кто-то делает поделки, кто-то рисует, кто-то ухаживает за живым уголком. Больше всего здесь кроликов. У нас любимец, он самый первый любимец. Зайка зовут ее. Вот ее потомство. Но мы порой или в зоомагазин, или кому понравится, детям дарим. У нас есть и подсобное хозяйство, где люди с удовольствием ухаживают за скотом. Есть разные подсобные предприятия. И швейный цех, и столярный цех. Попав в эти стены однажды, они не покинут их до последнего дня. И стены эти должны быть безопасными. А в случае ЧП, беспомощные люди не должны оказаться без помощи. Глав регионов обязали лично проверить каждый интернат и все дома престарелых. Это будет полезно, в том числе и для того, чтобы вспомнить, как и где живут старшее поколение и люди, у которых нет возможности ухаживать за собой. Ситуация очень трудная и требует немедленного вмешательства руководства регионов. Впрочем, говорят, таких условий, как здесь, еще поискать. Двух-четырехместные палаты, система видеонаблюдения. Противопожарная система подключена к единому диспетчерскому пункту пожарной охраны Бурятии. Но есть другая проблема. Пациенты стали более тяжелые. Им требуется специальный уход и отдельный корпус. Интернату пообещали построить. В следующем году бюджету он обойдется в 30-40 миллионов рублей. Ну, строительство этого корпуса необходимо, поскольку разные там больные находятся. И, конечно же, тех, которые требуют особого ухода, мы для них должны построить отдельно стоящее здание, ну, чтобы для всех было комфортно. А вот перед другой проблемой бессильны даже деньги. Популярный в интернате вопрос, почему ко мне никто не приезжает, я хочу домой. Навещают редко, а большинство останется здесь и после смерти. За 15 лет родные забирали хоронить лишь троих. Все остальные, как неудобные люди, покоятся на местном погосте. Молочные реки скоро потекут в Закаменском районе. Там фермеры делают акцент именно на этом виде животноводства. Недавно даже открыли новую молочную ферму, еще одна на подходе. В ближайших планах строительство мини-молокозавода. Беликто Цибиков занимается животноводством уже 15 лет. Сегодня у него уже около 100 буренок. Ежедневный надой превышает 150 литров. Пока доят вручную. 100 литров идут на продажу, остальное на сметану, творог и телятам. В планах расширение производства. Мы реализуем молоко в Закаменском районе, детское учреждение, два детского учреждения и подворно. И в дальнейшем мы думаем, что расширение, реализация тетрапаков, пастеризованного молока и участвовать в школьном учреждении, школы, сады и больницы. В помощь фермеру госпрограмма. Субсидию на развитие будут получать хозяйства, имеющие 50 и более дойных коров. В перспективе строительство молочной фермы. А вот наглядное воплощение молочной фермы. Семья Циреновых в прошлом году выиграла грант 7,5 миллионов рублей. На эти средства они построили коровник, закупили племенной скот, оборудование, два трактора. Современная доильная установка доставляет весь надой в специальный резервуар. Оборудование монтировали специалисты из Ижевска. На сегодняшний день мы дуем это примерно 60-70 литров молока. К осени уже мы объем, наверное, маленько увеличим до 300 литров и будем реализовать. У Циреновых порядка 70 коров семментальской породы, 30 лошадей и около 40 баранов. Три наемных работника помогают по хозяйству. Фермер полностью обеспечивает себя кормами. Ежегодно он собирает сочные корма с 6 гектаров, а косит сено с сотни гектаров. В районе развитие молочного животноводства всячески поддерживают. Реализация молока у нас на сегодняшний день пока идет к населению, в частных подворьях. Здесь к сады, школы. Но в будущем планируем в городе Закаменске поставить мини-молочную ферму, то есть мини-молокозавод для переработки молока. Главная сложность, с которой сталкиваются фермеры, это реализация продукции. Но в более чем 11-тысячном городе Закаменск этот вопрос, к счастью, не стоит. Что нам стоит дом построить? Тоса села Баракхан Курумканского района своими силами решают различные житейские проблемы. Совсем недавно восстановили разрушенный мост и даже построили гараж для пожарной машины и каретой скорой помощи. Время, бурные потоки и огромные нагрузки сделали свое дело. Этот мост через Баргузин соединяет село со всеми заимками. На другом берегу сельхозугодия и летние пастбища. Добираться до них чаще всего нужно тяжелой техникой, которую мост уже вряд ли выдержит. Восстановить жизненно важный объект решили собственными силами. Кто-то помог пиломатериалам, кто-то техникой. Была народная стройка, тосовскими усилиями. Три куба пиломатериала было и где-то бригада человек, где-то 15 человек. Тос Харгана. Сообща, проблему устранили. В сезон весенних работ конструкция полностью восстановлена. Гараж также соорудили методом народной стройки из заброшенного ЗАГСа. Теперь единственная пожарная машина бесперебойно выезжает спасать имущество земляков. До строительства нового бокса в суровые морозы техника просто не заводилась. Первая работа очередная. Проведена закладка труб отопления. Провели отопление, начали внутреннюю отделку, демонтаж стен, полов, верхние балки. Шифер поменяли, а также наружный фасад покрасили, установили новые оборота. В отапливаемом помещении теперь располагаются авто всех важных структур – полиции, пожарных и скорой помощи. В новом строении у добровольной пожарной дружины есть даже своя комната для подготовки к выезду. Ну, тепло стало. Ходишь в рубашке так, как дома. Ну и здание старое, все общили. Удобно. Тут на месте, рядом это гараж, около больницы. А так, скоро нас стояло в частном. Это шоферу трудно было в другую улицу идти пешком. А тут сразу подошел, выкатил их к больнице и по вызовам. В Барахане Тосовское движение готово разобраться с самыми сложными ситуациями, особенно в тех случаях, когда местные власти не могут помочь. В одном из крупнейших сел Закаменского района, да и всей республики, Санаги очень трепетно относятся к сохранению родного бурятского языка. В школе успешно реализуется уникальный проект. Родной язык Санагинской школе преподают наглядно. Если девочки учатся шить национальные костюмы и готовить традиционные блюда, то мальчики работают железом или плетут конские плети из бруи. Этот проект по захоронению бурятского языка реализуется здесь за три года. И мальчикам, и девочкам нравится заниматься, во-первых, по отдельности. Вроде бы занятия учебные проходят вместе, А вот все остальные занятия проводят вместе со своими старейшинами. Это могут к нам прийти дяди, братья старшие, дедушки могут прийти и показывать все, что они могут передать молодому поколению. Восемь добродетелей женщины, девять доблестей мужчины. Именно положительные качества пытаются развивать в рамках этого проекта. Создание языковой среды, на мой взгляд, как раз подразумевает развитие подобных проектов, как раз каких-то национальных ремесел, изучение детьми культуры традиционной народов Республики Бурятия, бурятской культуры. Как ни странно, национальные виды спорта также помогают в развитии языка. Сейчас этому проекту, на мой взгляд, очень помогает движение Хэшавран. Там одно из требований чисто национальные бурятские костюмы. Я считаю, что это очень правильно. И знание обычаи своих в этом проблема. То, что мы забываем на данный момент, кто мы и чем мы должны заниматься. Кладезь истории культуры и традиции санагинцев – деревянная юрта, построенная в 1870 году без единого гвоздя. Сегодня это музей. В нем хранятся религиозные утварь и старинные предметы обихода. Здесь учащиеся обогащают словарный запас и закрепляют знания. Они гордо называют себя правнуками Великой Победы. Школьники из Кабанского района с плакатами и призывами помнить вышли на улице Каменска и дали старт маршу Победы, который прошел во всех поселениях района. Как это было, увидел наш районный корреспондент. Идея акции «Мы правнуки Великой Победы» принадлежит ученице 11 класса Каменской школы номер 2 Ольге Гусевой. Свой проект она реализовала на конкурсе «Ученик года». Чтобы память сохранилась и чтобы потомки 2025 года тоже знали, помнили и не забывали о истории. Эта акция охватывает всех школьников Кабанского района. Стартовала она в Каменске, а ее финал состоится 21 апреля в Кабанске. Основная цель – вовлечение молодежи, привлечение молодежи к исторической памяти, к сохранению традиций. К тому, чтобы наши дети гордились за прошлое, ценили настоящее и были в ответе за будущее. Эта акция «Марш Победы», я считаю, она нужна всем нам. И дай Бог, чтобы все мы здесь поучаствовали, глядя на наших замечательных детей, сердце радуется. В рамках акции в поселениях проходит эстафета «Дорога памяти» на 500 метров с передачей эмблемы марша. Участниками пробега могут быть почетные жители, правнуки ветеранов войны, спортсмены, школьники, уважаемые неравнодушные люди с активной жизненной позицией. Выступления ветеранов, официальных лиц поселения, концертные номера также входят в программу акции. Еще одним важным этапом акции стало обращение от имени правнуков Победы 2015 года к детям 2025 года. Затем это послание торжественно было запечатано в капсулу памяти. Капсула была передана представителям села Выдрина. До 21 апреля она успеет побывать во многих поселениях района, а на торжественном закрытии акции капсулу памяти передадут в районный музей. Все дети должны помнить своих прадедов, которые воевали на войне, защищали нас за мирное небо. Я чту память героев, которые защищали нашу землю от фашистской напасти. Елена Шипила, Анастасия Мятишова, телерадиокомпания «Кабанский район», поселок Каменск. В Баргузинском районе состоялась Олимпиада, посвященная памяти ветерана Великой Отечественной войны и педагогического труда Бадме Балдаевича Нукешкина. В знаниях по математике, русскому и бурятскому языкам состязались учащиеся Хелганайской школы. Все подробности в нашей рубрике «Очевидец». Воин, труженик и ветеран – этими словами можно охарактеризовать весь жизненный путь Бадмы Балдаевича Нукешкина. Он попал на войну в 26 лет. Ратный путь начал на Западном фронте под городом Калинин. Однако через два месяца в бою получил тяжелое ранение правой кисти. Осколок от вражеской мины лишил его четырех пальцев. Год мотаний по госпиталям и только после этого Бадма Балдаевич смог вернуться домой. Еще до войны фронтовик успел получить педагогическое образование и в 42-м году пошел работать в школу. Балухой ничего не говорил, о войне вообще нам ничего не рассказывал. Но чувствую, что он участник войны. Но потом, когда я вырос, уже окончил школу, вместе работали, я тогда только поняла, что такая война, колонна, воевал колонна. Вот для инвалидов из войны приехал. До этого мы такого ученика-то не знали. Может посмеяться над его рукой, может быть, я не знаю. Педагогический стаж Бадмы Балдаевича превышает 40 лет. За это время он обучил писать, читать и читать сотни ребятишек. В этом году ему исполнилось бы 100 лет. В честь юбилея дети и внуки ветерана организовали школьную олимпиаду по трем основным предметам. Участие приняли более 60 детей с нулевого по шестой классы. Старательный, никогда уроки не пропускал. Все время на поступках. Дети должны знать о нем все. Любимый всеми, стоящий человек. Все участники и призеры получили дипломы, сертификаты, а также призы. С натаками по итогам олимпиады были признаны 18 ребятишек. 70 километров в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне. К юбилейной дате велосипедисты организовали почетный пробег по Селенгинскому району. Как это было, расскажет Сажанна Мердегеева. Во время колонны никто никого не обгоняет. Едем по два человека. Между велосипедистами 5-10 метров. Две колонны строимся. Делегация спортсменов и велосипедистов-любителей стартовала в Волгинском районе. Под знаменем Победы и представительскими флагами в путь отправились почти 50 участников. Конечная точка – город Гусенозерск. Маршрут подбирали так, чтобы он составил ровно 70 километров. Каждый из них символизировал года, пройденные после войны. В знак этого каждый километровый столб украсили георгиевскими лентами. Не пропустили и памятные места в селях Ирганажа, Галанта и Тахой. Спасибо за то, что дети пришли и приняли участие в велопробеге. Это значит то, что их родители провели в честь память о Великой Отечественной войне, какой ценой досталась эта победа. На финиш напрямую участников пробега встречали как настоящих победителей. Ведь несмотря на погодные условия, с дистанции не сошел ни один участник. А это еще раз доказывает, что патриотический дух и уважение к своим прадедам, победившим в этой войне, крепко живет в сердцах наших земляков. И к новостям спорта. В Бечере прошел республиканский турнир по боксу в памяти героя Советского Союза Ефима Соломенникова. Это состязание по праву считается одним из самых массовых среди начинающих спортсменов. На ринг также вышли и девушки. На месте событий побывал Алексей Турубов. В следующем году турнир в Бечере будет отмечать 40-летний юбилей. За свою историю проведения он изначально был первенством района. Число участников в советское время достигало около 500. Был спад во время перестройки в 90-е годы прошлого века. Позже соревнования получили статус республиканских. В гости приезжали из других регионов страны, а также монгольские спортсмены. В нынешнем соревновании на ринг вышло около 170 юных боксеров. Турнир это 39-й. Это один из турниров, который стабильно проводится, не без всяких перерывов. И наши выпускники уже стали поддерживать. Хороший призовой фонд, возможности в нашем турнире участвуют и судьи международной категории. Последние несколько лет организаторы планируют вернуть соревнованиям былую славу. Поддержать это начинание впервые приехали бойцы отряда ОМОН Кречет. Они даже подготовили концертную программу. По высокой-высокой траве я пройду полный рост. Именно 70-летие данной инициативы была поддержана. Руководство МРД по республике Бурятия сегодня присутствует здесь, чтобы показать тактику действия специальных групп. Местным жителям был продемонстрирован арсенал бойцов спецподразделения. Показано задержание вооруженных преступников и освобождение заложников. В целом праздник спорта и здоровья оказался богат на впечатление. Юные спортсмены, ставшие победителями и призерами, получили свои заслуженные награды. Среди них немало хозяев турнира. В том числе отличились и девчонки-участницы. Звание чемпионки завоевала Камиля Амрахова. Бои не считаю, но где-то 25 боев у меня однозначно есть. Где-то из них 19-18 победы. А это означает, что обладатели призовых мест смогут получить на турнире звание кандидата в мастера спорта. Этой цели, в принципе, и добиваются жители Бичуры. Это была последняя информация выпуска. Об интересных событиях в вашем селе или районе сообщайте нам. И мы обязательно об этом расскажем. Всего вам доброго и беззаботных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова